Приветствую вас. Чувство вины – это совесть. Совесть – это следование или потребность следованию. Потребность в следовании определенным каким-то стереотипам, нормам, правилам и так далее. Я думаю, что вам нужно не избавляться от своей совести, которая в целом нужна для коррекции своего поведения, для контроля его. Вот. А нужно, во-первых, во-первых, расставим цветочки над «и». Первое, что нужно – это определить ваши собственные понятия вреда и пользы. То есть, что для вас вред, что для вас польза, как вы это, соответственно, понимаете. Вот. И так далее. Это первый аспект. Значит. И уже через этот аспект, да, пропускать всё, что вы испытываете. Ну, а то есть, если я, например, допустим, винил себя за то, что, там, ну, вот иду по улице, да, там, вижу, грубо говоря, человек лежит, да. Я, соответственно, не поднял, не помог ему, да, прошёл мимо и пошёл дальше, и вот, собственно, чувствую вину. Я для себя, я, как бы, спрашиваю себя, я почему это сделал, потому что то-то, 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 да, и всё. Это мой выбор. И совесть, как бы, понимает, что я отвечаю тем для аспектов. Совесть понимает, что я делаю то же, чего хочет она, в данном случае, просто по-другому. Либо, если я помогаю и обвиняю себя за то, чтобы вам помог, то тоже история такая, точно такая же история. В том смысле, что я спрашиваю себя, так а я, вот, чего по итогу так хотел, ну, вообще, вот, что мне нужно-то было. Смотрите. Вот. То есть, тут очень важно, очень важно определиться с понятием вреда и позы для себя. Дальше. Чувство вины это всегда, ну, некий такой, скажем, голос. То есть, некий такой голос, некие такие... голоса в голове. Вот. То есть, когда мы эти голоса слышим, да, нам, соответственно, тяжело, нам, соответственно, неприятно. Вот. когда мы слышим, когда мы слышим эти голоса. И нужно определить, чей это голос и выбрать к нему свое отношение. Как правило, обвиняющий голос, ну, вот, именно, обвинение, да, принадлежит родителям, родителям, как правило, строгим. Вот. 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 Критикующим. И обвинение возникает тогда, когда мы привыкли, например, ну, подчиняться родителям. Вот. И в тот момент, когда мы этого не делаем, то, соответственно, возникает проблема. То есть, мы этого не делаем, мы испытываем в детстве вины. А-а-а. Нужно, опять же, понять, чего хочет родитель. Чего хочет обвиняющий голос и отделить одно от другого. Это важно. Принципиально важно. Вот. Потому что, обвиняяя себя мы, мало того, что он не свободен, так мы еще и, вот, жертв, постоянно себя, как-то вот, знаете, ну, как-то, как-то, подавляем, как-то себя, там, знаете, принижаем, как-то мы себя, грубо говоря, насилуем, да? Вот. То есть, ничего хорошего мы для себя не делаем. Не делаем. В этом случае. Вот. А надо бы. И вот именно задача, задача психолога, да? А вот в том и заключается. Чтобы научить вас не то, чтобы заткнуть голоса у вас в голове, а то, чтобы научиться с ними взаимодействовать, чтобы научиться, значит, договариваться с ними. Вот. Вот это работа, которую, ну, как правило, и ведут психолога. Вот. То есть, обвинение, обвинение, это перенятие, перенятие вами, чужой, по сути, модели поведения, поведения. И, соответственно, понять, где чужая, а где моя модель поведения, да? Можно только если, как следует, поисследовать ваше отношение с родителями и поработать через, ну, например, поработать своим транзактным анализом. То есть, ну, это одна из психологических школ. Вот. Их интересует, если вас это интересует, то я думаю, что вам можно будет помочь, помочь. Вот. Вот. Вот, в принципе, то, что можно вам сказать. По поводу того, что вы психуете. Ну, в данном случае, то, что вы психуете, это хорошо. Потому что, если бы вы не психовали, то было бы вам безумно тяжело. Возможно, вы бы заболели. Возможно, были бы серьезные заболевания. Поэтому то, что вы психуете, это хорошо. Воспринимать это нужно, ну, на мой взгляд, на мой взгляд, да, на мой взгляд, позитивно. Потому что, если вы психуете, ну, значит, защита какая-то еще осталась. Вот, значит, защита и ваши желания, да, они дают от себя знать, что здорово и внушают надежду. Обратите внимание на то, что вы говорите, что мой парень, вот, а моего парня, это Живко Берн. То есть, такое впечатление, что исправиться вы хотите не потому что вот, ну, грубо говоря, исправить что-то вы хотите не потому что вам тяжело, например. Именно вам тяжело. А исправить вы хотите потому что это без вашего права. То есть, вы хотите что-то поменять не для себя, а для другого. Вот. Я бы сказал, что данная позиция, когда вы хотите поменять что-то для другого, может быть крайне, ну, крайне чреватой по последствиям для вас. Вот. Потому что себе вы в такой момент не принадлежите. Вот. Для себя вы в такой момент ничего, например, не делаете, либо делаете, но... Недостаточно. Вот. И по итогу наступает, во-первых, довысенное ожидание наступает, во-вторых, опростошение. Вот. Что неприемлемо. Неприемлемо, если вы хотите представить себя. Такое впечатление, что вы себя и, в общем, перед парнем тоже виноватым чувствуете. Вот. Ну это, сами понимаете, не годится никуда. Потому что, все-таки, все-таки живете вы, все-таки, в первую очередь для себя и уже потом для других. А не наоборот. Я надеюсь, что это вам, ну, это вы для себя поймете. Я надеюсь, что это вы для себя учтете. Потому что это важно. Правда, это очень важная история. Вот, в принципе, так можно ответить вам на данный вопрос. Что еще хотел бы я, наверное, сказать, так это то, что за вашими взрывами, за вашим спиливанием, скрывается, опять же, подавление желаний своих, которые, вероятно, вы подавляете именно благодаря чувству вины. Вот. И, соответственно, если вам хочется, если вам хочется, чтобы, ну, не было этих взрывов, вот, то нужно освобощаться от чувства вины. Вот. Сделать это, можно, я уже сказал, да, через исследование детско-родительских отношений и работу в этом направлении. Ну, в этом направлении, да. Вот. Вот. Значит, вам нужно выбрать себе психолога для работы, и довериться ему, и, как бы, посудить себя личностным бородом и коррекцией. Вот. Вот. Если у вас остались вопросы, вы можете задать мне их в личку, я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен вам, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. заехать вам Board on board. Как. Это. Ну. Продолжение следует...